Зайцев Сергей Георгиевич, координат правого сектора, город Николаев. Мы находимся под держагенцией Держинсгоспу. Мы час назад перекрыли главный проспект города Николаева. Пошли на уступки о том, что вы к нам приедете или к нам принесут заявление о полномореках, которые находятся сейчас на больничном. Если в течение часа опять нас не услышат, мы приступаем к более радикальным действиям. Мы просим, чтобы нас услышали, мы вас просим. Сейчас здесь стоят журналисты и стоят активисты. Вы считаете, что в Херсоне приступили к более радикальным действиям, если вы едете в Херсон, а не в Николаев. Вы тем более проезжаете через Николаевскую область. Мы вас просим на правильность представителя, чтобы позвонить полномореку, пускай нам привезут заявление полноморека. Или примите решение сейчас и сдайте приказ об отстранении полноморека. Мы с вами три недели на эту тему разговариваем. Вы нас не слышите. Мы просто уже возмущены. Вы все равно говорите, что с ранку будете. Я все равно даю слово. Я вам даю слово. Мы даем час еще и будем дальше развивать события. Если не будет принято непосредственно с вашей стороны, не будет принято решение. И вы будете виноватым тей реакцией? Мы уже три недели пытаемся с вами разговаривать в диалоге. Но вы нас категорично не хотите слышать. Три недели вы занимались 25 областями, Валерий Викторович. Три недели вы занимались 25 областями. Я разговаривал, когда был здесь представитель от свободы, когда был здесь. Мы разговаривали. Он говорит, что после выборов президента Украины все начальники Держдисгоспу напишут заявление и будут звильны. Вы выборы президента Украины закончились. Вот вы скажите, что Валерий Викторович, в частности, Николай, он не хочет писать заявку. Вы же нам это скажите. Вы даете наказ про звильнение. На этом все завершено. Мы даем вам час. Мы проголосовали. Проголосовали только что громадственность. Это не только я. Это громадственность проголосовала. Мы даем час. 20 громадских организаций. Мы даем годину. Скажи мне, что мы президенту позволите.